Холодная война Противостояние двух систем. Отчасти реальным, отчасти каждая из систем решала свои проблемы в этом противостоянии. И, как в таких случаях говорят, если бы холодной войны не было, ее нужно было бы придумать. Потому что каждая из систем решала свои проблемы. Разумеется, холодную войну начал Запад. И серьезные люди на Западе это прекрасно признают. Потому что у России, у Советского Союза в 1945 году не было ни материальных, никаких иных возможностей противостоять Западу. Самое главное не было атомной бомбы. И только после того, как у нас появилась атомная бомба в 1949 году, началась холодная война, началась всерьез. Считается, что начало войны это фултонская речь Черчилля. Это не точно за полтора месяца до фултонской речи. Трумэн в самом начале 1946 года сказал своим помощникам несколько фраз, которые означали, по сути, начало холодной войны. А Черчилль лишь озвучил некоторые идеи, но очень удобно было потом повесить это на него. Хотя, если внимательно прочесть фултонскую речь, то там о холодной войне не говорится практически ничего. Там говорится о железном занавесе. Итак, вот этот период между 1946 и 1949 годами, это такая эмбриональная фаза холодной войны. Потому что пока у Советского Союза не было атомного оружия, в общем, не исключается, возникла бы и горячая война. А вот после появления у нас атомного оружия стало совершенно понятно, что раздавить Советский Союз без серьезных потерь для себя не получится. И началась действительно холодная война. Причем, с самого начала Запад поставил задачу переиграть Советский Союз в сфере, которую я назвал бы психоисторией. То есть, в сфере культуры, в сфере психологии. То есть, наносились удары по социальной психологии неких групп населения. Прежде всего, по верхушке. Причем, Запад не ставил временных рамок в холодной войне. Они были бессрочны. Поэтому программа, которая, сказать, для меня является символом холодной войны, называлась программа Леоте. Леоте это французский маршал, который в 19 веке воевал в Алжире и в Тунисе. Ну, в Алжире, там, сказать, деревьев нет, жарко. И однажды, когда Леоте спросил, нельзя ли здесь посадить деревья какие-то, ему сказали, что деревья будут расти 50 лет. Он сказал, поэтому приступать к посадке деревьев нужно сейчас. Собственно, первый срок, который поставил Запад в холодной войне, он был 50-летний. В принципе, Запад в эти сроки уложился. 49 плюс 50. В 89-й год, когда Горбачев на Мальте сдал Восточную Европу, сдал Советский Союз. То есть, за 50 лет они управились. Но понять холодную войну можно только в контексте анализа капиталистической системы в целом. Дело в том, что государственно-монополистический капитализм, который возник в 20-30-е годы 20 века и который досуществовал до 70-х годов, в общем, он вполне мог сосуществовать с Советским Союзом. И Рузвельт, как такая фигура, воплощавшая ГМК, он вполне показал, что Америка и Советский Союз могут создавать некий новый мир. И действительно они создавали, например, во время Второй мировой войны дружно Советский Союз и Соединенные Штаты действовали на развал Британской империи. А после окончания Второй мировой войны ее и развалили. Кстати, Ален Даллес прямо говорил, что главная задача Соединенных Штатов в 40-е годы развалить Британскую империю. Считал, что это главный противник экономический. Прежде всего экономический. Советский Союз не рассматривался как экономический противник. Однако в 40-е годы на Западе появилась новая хищная и очень перспективная фракция мирового капиталистического класса. Ее называют по-разному. Я предпочитаю термин корпората Кратия. Корпората Кратия впервые заявила о себе в международной политике в 1953 году. Двумя событиями. Свержением правительства Масадыка в Иране и свержением правительства Хакоба Арбенса Гусмана в Гватемале. Ну, казалось бы, Гватемала, Иран, такая ерунда, мелочи, периферия, почти третий мир. На самом деле это очень важные в геостратегическом и геоэкономическом отношении регионы. А еще такое было свержение правительства Масадыка в Иране. Это была первая акция ЦРУ, первая акция американских спецслужб, в которой было заинтересовано не столько государство США, сколько транснациональные корпорации. И в течение 50-х, 60-х, 70-х годов корпората Кратия усиливалась и шла к власти. Парадоксальным образом, окончательную победу корпората Кратии над ГМК в политическом плане помог одержать ей Советский Союз. Когда мы совместно, совместными усилиями с Китаем и вьетнамцами сделали американцев в 75-м году во Вьетнаме, это было крушение политического истеблишмента восточного побережья, атлантического побережья США. И после 75-го года ни один представитель восточного побережья не становился президентом Соединенных Штатов. Начиная с Картера в 76-м году Джорджия и заканчивая последним, это выходцы из Запада и с Юга. Это люди, связанные с транснациональными корпорациями. Последним президентом США, отстаивавшим интересы государства США в большей степени, чем транснациональных корпораций, был Никсон. Поэтому он и слетел. И вообще, нужно сказать, вот этот период между убийством Кеннеди и импичментом Никсон, это ползучий переворот, в ходе которого власть пришла в руки корпората Кратии. Ну а наша победа во Вьетнаме, она, так сказать, развязала руки этому слою. Чем отличается корпората Кратия от государственно-монополистического капитализма? ГМК ограничен государственными рамками. Корпората Кратия — это глобальная группа. И когда некоторые пишут, что Советский Союз был разгромлен некой пятой колонной во главе с Горбачевым, ну, как метафора, это можно рассматривать. Но на самом деле, та часть советской номенклатуры, которая работала на свой интерес, совпадавший с интересом Запада, это был советский сегмент корпората Кратии, который сформировался в 60-е и 70-е годы. А сформировался он на очень простой основе торговли нефтью, торговли драгоценностями, финансовые трансферты, связанные с подкармливанием коммунистических партий, когда кое-что уходило и не коммунистическим партиям. То есть, иными словами, в 60-е и 70-е годы в советской номенклатуре сформировался целый сегмент, тесно связанный с Западом, и которому нужен был демонтаж советского общества для того, чтобы превратиться в собственников. То есть, советский сегмент корпората Кратии, это в такой же степени внутренняя группа, как и часть, так сказать, мировой. И в этом отношении у этой группы было колоссальное преимущество перед той номенклатурой, которая, так сказать, оставалась внутри Советского Союза. Потому что эти ребята играли на двух площадках и били сразу с обеих ног, с левой и с правой. А те, кто сидел здесь, у них была только одна игра. И в этом плане, конечно, все, так сказать, все силы были на стороне корпората Кратии. Ну, даже вспомните перестройку. Можно, конечно, сказать, да, что те люди, которые, так сказать, разваливали Советский Союз, там, под лицемерзавцы и так далее. Но у меня вопрос. А почему же те люди, которые им противостояли, не оказались умнее их? Почему они не поняли, с кем они имеют дело? И как это вышло? Это лишний раз показывает, что корпорат Кратии действительно молодая и хищная фракция господствующего класса современного, которая одержала верх над Советским Союзом в холодной войне. Но, как по другому поводу сказал поэт Наум Коржавин, но их бедой была победа. За ней открылась пустота. Рухнул Советский Союз. Но святое место пустое не бывает, и тут же вылез Китай. Правда, Китай занимает в мировой экономике совсем другое место, чем Советский Союз. Он не противостоит Соединенным Штатам, так как противостоял Советский Союз. Поскольку он является, он создан Соединенными Штатами современной Кратии, как кредитор, как мастерская. И, тем не менее, Китай создает массу серьезных проблем. Разрушив Советский Союз, корпорат Кратия выполнила одну свою очень важную задачу. А выполнение задачи означает прекращение существования. И те проблемы, которые мы сейчас видим, а точнее некоторые угадываем из-за того, что они происходят все в тени, но в современном мире угадываются очень интересные процессы. На мой взгляд, началась перестройка мировой верхушки. Она продлится 10-15, может быть, 20 лет. И кто выиграет в этой войне, то ли финансовая часть корпората Кратии, то ли та часть, которая связана с реальной экономикой, сказать трудно. Но какая бы часть, какой бы сегмент не победил, это будет уже совсем другой слой. И, возможно, это будет уже не капиталистический, а посткапиталистический слой. По крайней мере, Атали в своих работах пишет об этом со всей недвусмысленностью. Или, как сказал бы Набоков, со стеклянной ясностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!